Дорогие друзья, всех приветствую! Это Илья, вы на канале Зверьё, и сегодня мы будем знакомиться с телефонами компании Текно. Погнали! Не первый раз на своём канале уже сталкиваюсь с телефонами Текно, у меня уже были обзоры, сегодня будет много новых телефонов. Есть кто не помнит, с 2018 года присутствует на рынке Российской Федерации, и это круто. Вообще сама компания Текно, она появилась в 2006 году в Гонконге, и Текно это первый бренд здоровенного холдинга Trash & Holdings. Это телефоны по доступной цене, на самом деле дизайн Текно очень достойный, сейчас вам покажу, вообще прям реально конфетка. Это средний ценовой сегмент, и у нас сегодня будет с вами целых три модели телефона, вот они все передо мной. Я их уже открывал, включил, поэтому прям с радостью вам их открою, покажу, вообще расскажу, какие вообще серии смартфонов есть у Текно. Непосредственно из того, что стоит на столе, серия Spark, и непосредственно вот этот телефон Spark 8P называется. Серия Spark это доступные смартфоны. Есть серия POVA, у меня она представлена POVA 2, и кстати, летом планируется в RF POVA 3 и еще Common 19. Короче, POVA 2 это среднебюджетные смартфоны, и здесь потрясающий аккумулятор, крутой. Серия Common, и сейчас у меня представлен Common 18 Premier, это уже премиальные смартфоны, и вот именно с этим смартфоном реально прям дизайн вот такенный будет. Еще есть серия POP, тоже доступные телефоны, и еще серия Phantom X, это ожидается, там тоже какие-то супер-мега-премиальные смартфоны. Кстати, если кто не знал, у компании Текно есть такой, как бы, их лозунг, не останавливаться ни перед чем. Давайте не будем останавливаться, и приступим сразу к распаковке, и показываю вам вот этого замечательного смартфона. А цена вот этого красавчика Common 18 Premier сейчас в RF начинается от 27 тысяч рублей. И, ребят, во-первых, это дизайн. Здесь стекло, посмотрите, я вот специально заднюю не стал снимать, наклеечку, чтобы вы тоже посмотрели. Дизайн, ребят, дизайн от 27 тысяч рублей. Посмотри, он квадратный, стекло, три иллюминатора. Кстати, камера здесь на 64 мегапикселя. Вот так вот прям смотришь, реально крутой телефон. Amoled-овский экран, кстати, немаловажно, 120 Гц, размером 6,7 дюйма. Наша основная камера у нас снимает в разрешении 2К, и фронталку тоже снимает в 2К. Отличительной особенность Common 18 Premier, или сокращенно 18P, является именно ночной режим в камере. Он здесь так и называется, режим Super Night. При этом работает, кстати, на широкоугольной камере, на обычной и, соответственно, на телеобъективе. По камерам 64 мегапикселя, плюс 8 мегапикселей перископная камера и 12 мегапикселей ультравайт. То есть, вообще, все потребности закрывается полна. Фронталка на 32 мегапикселя, аккумулятор здесь на 4750 мАч и 33-х ваттная зарядка в комплекте. Короче, вот, судя по вот этому смартфону, то, что я вижу, я уже имел с ним дело, но сейчас я вам про него еще чуть-чуть прямо расскажу. Ну, здесь всякие наклеечки, кстати, идут. Вот, 12 плюс 1 месяц в гарантии. В комплекте идет чехол, это тоже немаловажно. Пленочка, ничего себе. То есть, пленка на дисплее будет не наклеена. Если тебе нужно, можешь наклеить сам. Она идет в комплекте. Чехольчик мягенький. Зарядка 33-х ватта уже в комплекте. Идет. Ну, понятное дело, что здесь кабель. Так вот, кому бы показывал, вот, если мы скроем, к примеру, название, вообще премиально выглядит. Вот так можно, да, сказать, что, пожалуйста, кто посмотрит, скажет, премиальный бренд в среднебюджетном сегменте. Потому что такой дизайн, это дорого стоит. Скану отпечатка пальцев, клавиши выключения. Здесь, пожалуйста, полноценные. Две сим-карты и карта памяти вставляется. Красавчики, красавчики. Текно. Вот так вот надо делать смартфон. Меня, на самом деле, больше дизайн поразил. И вместе с этим дизайном, то есть, характеристики и цена. Это прикольно. Hi-VS 8.6. Оболочка стоит, соответственно, телефон у нас на андроиде. Но с оболочкой Hi-VS своей фирменной от Текно. По общению с телефоном, вообще полностью адекватный перевод везде. В том числе и в камере, если мы здесь будем. То есть, нет никаких кривых слов. Все нормально и адекватно. Соответственно, можем включить широкий угол, обычную и телефото еще. То есть, портретики нормальные будет делать. Замечательный смартфон. Прямо крайне, ребята, рекомендую. Это был Common 18 Premier. Ну, соответственно, и NFC у него тоже есть. И можно сейчас Mirpay сюда привязать карточку свою и бесконтактными платежами расплачиваться. Дальше переходим по V2. У меня версия на 128 МВт плюс 4. И здесь также есть NFC. И особенность данного смартфона в том, что здесь у нас супер-мега-аккумулятор на 7000 мАч. Пожалуйста, дизайн зацените. 48 Мп основная камера. Здесь главная особенность данного телефона, конечно, как уже сказал, 7000 мАч. Внутри 18-ваттная зарядка в комплекте. Дисплей 6,9 дюйма. Он IPS LCD. И, как написано, стоит игровой процессор Helio G85. Ну, короче, от Mediatek. Здоровенный дисплей 6,9 дюйма. Больше, чем в предыдущем смартфоне. Сразу же в комплекте опять, смотрите, получаем. И пленка, если она нужна, пожалуйста, нужно наклеивай. Чехольчик. Ну, и также зарядка уже 18-ваттная в комплекте будет. Основная камера снимает в разрешении 2К. Фронтальная камера также снимает в разрешении 2К. 8-мегапиксельная впереди. Стоит здесь 48 мегапикселей. Плюс 2 мегапикселя макросъемка есть. И плюс 2 мегапикселя датчика глубины, чтобы портреты делать. Скоро-напечатка пальцев. Также здесь клавиши включения. Все удобно расположено. Type-C 3,5 мм оставили. Такая вот, задняя крышка пластмассовая, соответственно, спереди стекло. Следующим номером это Spark 8P. Тоже с NFC. Самый доступный на сегодняшний день из всех трех телефонов, которые у меня здесь есть. Давайте откроем, покажу его дизайн. Па-бам. Вот это вот они круто сделали. Смотрите. Вроде реально доступный телефон, но дизайн со слоганом, смотрите, не останавливается ни перед чем. Вот это вот очень интересно сделали. Вроде, если бы сделали маленькие, такие вот модули камеры, знаешь, вот только здесь. Ну, уже привычно, да? А здесь вот это прикольно пошли. Вроде маленькие иллюминаторы. Вроде и недорого. 50 мегапикселей плюс 2 мегапикселя на датчик глубины здесь стоит. Видео на основную камеру снимает 2К. На фронтальную камеру у нас качество тоже в 2К. Круто. Сканер-печатка пальца в клавишу включения. Сзади понятие делал пластмасса, но вот это очень прикольно. Из особенностей 50 мегапикселей с ночным режимом 2.0, дисплей 6.6, тоже здесь IPS LCD. Helio G85 процессор 5000 мАч, боковой сканер-печатка пальца. В комплекте с этим смартфоном, давайте посмотрим на комплект, что мы здесь получаем. По идее, все то же самое должны получать. Чехол есть, пленочка на дисплее есть. И в комплекте зарядное устройство в сеть. Лёгенький, капелька дизайн. Тоже HiOS. 8 мегапиксельное селфи. Пожалуйста, тоже NFC есть. Карту МИР привязал. Пожалуйста, расплачивайся бесконтактными платежами. Что по итогу? Spark 8P. Он относится к линейке смартфонов, как раз Spark. Это стильный современный дизайн. Доступная цена. И уже функции такие, как знаете, вроде доступная цена, но видео снимает, к примеру, по кругу в 2К. Касаемо по V2. Здесь, конечно, именно аккумулятор. 7000 мАч. Это круто. Здоровенный дисплей. Также 2К по кругу снимает. На таком телефоне классно играть, потому что мощный аккумулятор. И, соответственно, смотреть, к примеру, какие-то видео, фильмы, сериалы. А вот именно уже Common 18P, это такой же, знаете, как можно назвать камерафон. Потому что реально продвинутый ночной режим. Здесь уже подойдет для тех, кому нужно именно фотографировать и снимать видео на максимале. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, какой по дизайну вам из этих телефонов нравится. Ну, явно, наверное, что вот этот, потому что у него реально убийственный дизайн. Здесь тоже вот самый доступный. Смотрите, тоже как, ну, интересно, обыграли. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Яндекс.Дзен. С вами был Илья. Давайте, пока. Да пребудет с вами сила.